Друзья, снова в студии Владимира Нечаева, и мы продолжаем наше путешествие по увлекательной стране кулинарии. В прошлый раз мы были в Древней Греции, и сегодня мы опять к ней возвращаемся туда же, потому что об этой стране можно рассказывать очень много и очень долго. Вот в первой передаче мы говорили о том, как питались древние греки, что входило в их меню, мы рассказывали о том, какую дичь они ловили, какой рыбой питались. И остановились мы с вами на овощах. Овощи для греков это тоже очень немаловажная вещь, потому что в основном их стол состоял из овощей. Особенно это было во время обедов, потому что там достаточно жаркий климат, и есть довольно грубую такую пищу тяжелую, как мясо там, не было принято. В основном обед у них состоял из овощей, и, естественно, на десерт всегда подавались фрукты. Мы остановились в прошлой передаче на том, что греки были большими любителями все фаршировать. Это были и тыквы, и листья виноградные, капустные листья, и вообще все, что попадалось под руку. Но об этом мы чуть-чуть поговорим попозже. В прошлый раз мы остановились на том, что я вам рассказал рецепт фаршировки огурцов, как это делали древние греки в IV-V веке до нашей эры. И сейчас мы продолжим наше путешествие по этой прекрасной стране, и мы продолжим о главном. Главная тема, конечно, потому что и передача у нас так называется «Эллада. Страна вина и оливок». Но прежде чем мы перейдем к оливкам и к вину, я чуть-чуть еще продолжу вот тему овощей, потому что я думаю, что это очень будет интересно для вас. Дело в том, что греки очень почтительно относились к капусте. То есть ее приготовление было самым разнообразным. Ну, мало того, что ее ели в сыром виде, ее тушили, ее жарили, ее варили. Кстати, отварную капусту подавали как десерт. Это считалось сладким блюдом. Для нас, конечно, это не совсем обычно. Но вот так вот они отваривали капусту. Считалось, что это вот сладкое такое блюдо вкусное. Но самое главное, что греки первыми из древних народов, а потом от них эта традиция уже перешла в другие страны, начали первые квасить капусту. То есть это не ноу-хау, так сказать, российское, что вот мы едим квашеную капусту. Это придумали древние греки. И еще древние греки нам передали один очень хороший рецепт. Дело в том, что когда они заквашивали капусту, они ее хранили в специальных глиняных таких больших сосудах. Но ценилась не только капуста, сама капуста, которую добавляли в различные блюда. Но самое главное было то, что они использовали рассол. Особенно после таких застольей, которые длились очень долго, иногда ночью целую, иногда сутками, то, чтобы снять вот этот, как мы называем сейчас, похмельный синдром, они пили вот этот капустный рассол. Рассол такой капустный. Ну, кстати, в России это тоже используется. Итак, мы с вами попадаем в Древнюю Грецию. Вообще, эта страна настолько богата своими мифами и настолько интересна, что рассказать даже в рамках вот сегодняшней второй части, это тоже будет довольно проблематично. И поэтому я попытаюсь вам, так сказать, ну, в рамках того времени рассказать как можно больше, чтобы вы узнали об этой очень красивой стране. Кстати, очень гостеприимная страна Греция. Дело в том, что греки на своих фресках, вот вы сейчас увидите, постоянно изображали на вазах, на чашах обязательно человека, там, мужчину в основном или женщину, ну, гораздо реже это было, с сосудом в руке. Это не случайно, потому что посуда в Греции тоже играла очень главную роль. Ну, мы к ней вернемся чуть-чуть попозже. Мы посмотрим даже, как она выглядела, техника изготовления, попытаемся понять, как это все происходило. Ну, а сейчас вернемся к нашей главной теме. Дело в том, что на фронтоне всех зданий, таких, ну, важных в Греции всегда, изображался миф о споре Афины и Посейдона. Сейчас я вам расскажу этот миф. Там разная есть интерпретация этого мифа, но в основном, значит, суть его состоит в том, что однажды Афина, дочь Зевса, и Посейдон, и, как известно, это был бог морей, поспорили о том, кто же главнее в Греции, кто больше приносит людям пользу. И вот во время этого спора, значит, Посейдон ударил своим трезубцем в скалу, и оттуда полилась вода, соленая морская вода. Ну, поскольку Греция не страдает от воды, особенно от соленой, потому что, если вы знаете, она, сама страна окружена с трех сторон морями, только на севере она граничит, там уже сухопутная граница, так в основном. Потом там достаточно много островов. И Афина посчитала, что это, ну, недостаточный такой дар, потому что он уже существует у греков. Тогда она взяла свой посох и ударила им. И на том месте, куда она ударила, выросла олива. Вот такой миф. И после этого все греки признали, что верховной богиней, которой поклоняются греки, является Афина, потому что она подарила грекам оливу. Это изумительное дерево. Вообще олива в жизни древних греков, да и сейчас, играет очень огромное значение. Дело в том, что, во-первых, из ее делали из маслин, этих делали масло. Масло являлось для греков не геликатесом, но зато оно было очень дорого. И во время торговли с другими странами, вот, ну, будем говорить так, валютный запас, что ли, ну, таким уже более современным языком, Греции складывался именно от продажи этого оливкового масла. Его поставляли и в Египет, и в Вавилоне, и вообще во все страны, вот, Средиземноморья. И поэтому вот оно стоило дорого. Вот до сих пор археологи находят греческие корабли на дне Средиземного моря, и там амфоры вот с этим оливковым маслом. То есть это была главная экспортная продукция греков. И греки очень трепетно относились к деревьям. Например, существовал даже такой закон, что за повреждение оливы, допустим, ну, сломал кто-то ветку. Даже если он это сделал случайно, то его ждало очень суровое наказание. А уже если, допустим, рубили одно дерево хотя бы, вот так сказать, то даже могла быть и смертная казнь или каторга на галерах. То есть вот такое благоговейное было отношение к этому дереву. Кстати, оно осталось у греков и сейчас. Если кто побывает в Греции, то увидит вот великолепные вот эти оливковые рощи, которые очень ухоженные греки, и оберегают эти деревья. И даже в те годы, когда недостаточно влаги, то они поливают эти деревца, ухаживают за ними. Вот такое трепетное отношение. Ну, помимо масла, греки очень любили сами оливки. Оливки и маслины – это одно и то же. Просто оливки зелёные, а маслины уже зрелые, они такого коричневого тёмного цвета. Вот. Они их очень любили мариновать. И если вот мы сейчас покупаем, допустим, оливки в банках, то в современной Греции они не очень пользуются успехом. Я объясню почему. Потому что издревле вот эти оливки, они мариновали в огромных таких чанах глиняных. И до сих пор вот на всех греческих городах, на всех рынках, вы не увидите маслины в банках, допустим. Зато вы увидите огромные бочки такие. И там вот маринованные оливки и маслины, которые продаются на развес. И каждая хозяйка считает своим долгом, чтобы на столе у неё всегда вот были свежие оливки или маслины. Ну и поскольку я говорил уже, что греки обожали всё фаршировать, естественно, они фаршировали и оливки. И поэтому то, что мы покупаем в наших магазинах, там фаршированные оливки, это всё тоже традиция оттуда из Древней Греции. Они их фаршировали любыми продуктами. И, например, они рыбой фаршировали, могли орехами, могли сладостями, инжиром, допустим. Вообще странное сочетание маринованной оливки, фаршированной сладким инжиром. Но у греков были свои пристрастия, свои вкусы. Это, так сказать, их право. Я, например, попробовал вот такие фаршированные оливки инжиром, и довольно необычно, но достаточно вкусно. Вкусно это было, кстати, уже здесь, в Москве. Я не встречал, чтобы были фаршированные именно инжиром. Но это чисто греческая вот такая вещь. Ну, а теперь перейдём ко второй части, главному продукту Греции. Не дай им Грецию называют страной вина. Дело в том, что культ бога Диониса, Дионис, покровитель виноделия и виноградарства, считался в Греции одним из главных богов. Он всегда изображался весёлым, его окружали фавны, сатиры. Значит, он всегда нёс в руках или чашу, или виноградную кисть. Вот ему поклонялись, потому что вино в Греции очень ценилось. Вот кто не смотрел первую нашу передачу, я просто вам напомню, что в самом начале нашей первой передачи о Греции я говорил о том, что греки никогда не пили чистое вино. То есть они его всегда разбавляли водой. С чем это связано, так сказать, трудно. Но даже сейчас, если вы попадёте в какой-нибудь кафе или в ресторанчик вы греческий, любой, и если вы заказываете себе вино, неважно, какое сухое, полусухое, сладкое, там, тёмное, светлое, жёлтое, то вам обязательно принесут кувшин, запотевший такой кувшин с холодной водой и с кусочками льда. Вот такая традиция сохраняется у греков и до сих пор. Вообще считалось, что пить неразбавленное вино – это варварство. И, допустим, человек, который пил неразбавленное вино, про него говорили так – он пьёт как настоящий варвар. Даже вино, разбавленное наполовину, тоже считалось дурным тоном. И поэтому соотношение воды и вина составляло 2 к 3. То есть на две части вина приходилось три части воды. Вода обычно была родниковая, холодная. И поскольку вино хранилось даже пусть и в погребах, оно всё равно было недостаточной температуры. То есть оно не было такое прохладное, чтобы утолять жажду. Но об этом мы чуть-чуть попозже, я вам расскажу. Единственная категория людей, которым разрешалось пить неразбавленное вино – это были старики и больные. Потому что считалось, что неразбавленное вино укрепляет силу и помогает бороться с какой-то болезнью. Вот у них были такие правила. Значит, поскольку вино разбавляли водой, то, значит, называлось это вино не вином, а называлось это акветта от слова «аква», то есть «вода». Вот такая акветта. И готовили вино из виноградного, чистого виноградного сока. То есть никаких добавок там не было. Сок бродил, потом его хорошенько процеживали. А для вкуса в вино добавляли мед, всякие пряности. От этого зависел сорт вина, его качество, сладость даже. То есть были сладкие вина, легкие, изящные даже были. Ну, изящные вина подавались, они стоили достаточно дорого, и подавались только к столу достаточно зажиточных и богатых греков. И вот в вино самое интересное, что при приготовлении этого напитка, вина, значит, туда еще клали соль и известь. Вот я посмотрел достаточно много литературы, и вот я, например, не нашел объяснение, почему именно соль и известь. Но, правда, в одной из книг я прочитал, что это вот чтобы убить осадок, чтобы вино не было мутное, а чтобы оно было прозрачное, потому что вот прозрачность вина, это тоже очень ценилось. Ну, все греки, значит, употребляли вино, но даже рабам, рабам тоже полагалось вино в качестве вот в меню. У них у рабов входило вино, хлеб и вино, это обязательно. Правда, это вино было неизысканное, оно готовилось из отжимок уже виноградных, и поэтому оно было такое кисловато-мутноватого цвета, но рабы были довольны тем, что хотя бы вот такое им вино дают. Далее, грекам был известен еще чистый виноградный сок. То есть вот в серию напитков этих входил и чистый виноградный сок. Далее, тоже очень странные у них были напитки, на наш взгляд. То есть помимо вина, значит, был виноградный сок, дальше было козье молоко, разбавленное холодной водой, вообще трудно представить молоко, смешанное с водой, и солью. Вот такой тоже странный рецепт. А еще любимым напитком древних греков был мед с водой. Вообще к меду у них было отношение тоже какое-то благоговейное, потому что тогда они знали сахара, и мед был единственной сладостью для греков. И они почитали бога пчеловодства, и, так сказать, бога меда, это пан был такой. Вот если кто был в Третьяковской галерее, то в зале Врубеля, там есть такая небольшая, очень интересная картина, пан, вот этот вот бог, который заведовал, так сказать, пчеловодством, то есть он покровительствовал меду. Вот такой был интересный бог. Далее, что еще, что может показаться интересным, греки первые изобрели такое лакомство, как мармелад. Что это было такое? Это брали яблочный сок или айвы, сок айвы, добавляли туда мед, разбавляли все это водой, и наливали эту жидкость в такие плоские, такие плошки, небольшие сосуды, и выпаривали все это на солнце, и получались такие буроватые пластинки, прообраз нашего мармелада, который пользовался успехом. Кстати, кто бывал в Грузии и вообще на Кавказе, ну, кто на рынках это видит, сейчас это не проблема, продает такой чурчхелло называется, это фундук вот в таком виноградном соке. Ну, в принципе, это пошло все из Греции, то есть оттуда идут истоки приготовления вот этих вот вещей. Далее, почему еще мед ценился? Вот, чтобы понять его значение, дело в том, что когда греки жертвоприношения богам преподносили, то в основном это были фрукты, мясо очень редко преподносилось и другие продукты, в основном это были фрукты. Так вот, фрукты были не просто, допустим, яблоки, груши, персики, а их обязательно обмазывали медом. И считалось, что вот таким образом лучше умилостивить всех богов. Вот, в принципе, все, что касается меда, оливы и вина. Далее, теперь мы вернемся с вами. Сейчас вот я вам покажу картинку. Вот, в таких корзинках разносились фрукты и преподносились в дар богам. Но в этих же корзинках и преподносился хлеб. Когда гости приходили, преподносили хлеб. Так вот, главное, что у греков было, так сказать, ну, как бы это культ такой, это пристрастие к красивой посуде. То есть, есть даже греческая, древнегреческая поговорка, что в красивой посуде даже плохая еда кажется очень вкусной. Сосуды были разные, разнообразных форм. Они были и с двумя ручками, как ретоны. То есть, греки придавали этому очень большое значение. И поэтому вот культ этой посуды у них был очень сильно распространен. А вот посмотрите, пожалуйста, вот такие замечательные вазы у них были для битья. Видите, они там расписаны всегда были какими-то сюжетами из мифологии или из, ну, мало из бытовых картинок, но в основном это были мифы. Посуда была разнообразная. То есть, вот еще раз, смотрите, какие красивые сосуды. Самое интересное, что эти все сосуды были предметом не только у богатых людей, то есть, вот как бы сервизы такие, там, будем говорить современным языком. Это было у всех. То есть, даже самый простой грек, у него всегда была вот такая яркая красочная посуда. Конечно, в повседневной жизни они питались из посуды попроще, но вот это предназначалось для гостей. Вообще, керамика, вообще слово само керамика, это тоже греческое происхождение от керамус, то есть, глина. Это считалось, ну, как бы, глина для них была тоже святой. Дело в том, что у них даже глиняные дома все были. И вот, когда они делали эту посуду, они еще придумывали такие вещи. Допустим, они в глину добавляли какие-то ароматизаторы, и поэтому посуда приятно очень пахла. И, допустим, когда в нее там клали пищу или наливали вино, то, значит, вот этот запах, который, значит, впитала в себя эта глина, она отдавала тем продуктам, и продукты казались вообще более изысканные, ну, более вкусные, что ли, приятные на запах. Вот такое было у них тоже приспособление. Вообще все сосуды у греков делились на разные категории. Вот сейчас я вам покажу одну такую вот картинку, вы увидите. Вот посмотрите внимательно. Вот этот вот сосуд, значит, это вот в полном он объеме, а рядом он в разрезе. И вот вы видите, что с одной стороны этого сосуда, который в разрезе, там более четко видно, есть такая маленькая пробка, крышечка. Вот теперь вам, вот посмотрите внимательно, да, вот заметили. Вам ничего не напоминает вообще вот этот сосуд? Ну, правильно, совершенно верно. Дело в том, что это прапрапрапрадедушка нашего современного термоса. И поэтому, когда мы говорим, что вот мы цивилизации достигли каких-то там больших высот, научились это делать, греки научились это делать еще шесть тысяч лет назад. Вот в этот сосуд, значит, вот в эту полость, вот где пробочка была, наливалось вино. А сверху туда наливалась ключевая холодная вода. А если это было более северной области Греции, где уже гористая местность была, то там были горы, ну, тот же Олимп, где были вечная снега и лед. И туда, значит, доставляли лед оттуда с гор. И вот этот лед тоже в этот сосуд помещали. И вино охлаждалось. Вот таким вот способом они охлаждали. Вот прообраз термоса, что позволяло в достаточно жаркое время всегда держать у себя в доме прохладное вино. А теперь следующая картина. Вы видите черпалку так называемую. Вот, видите. Дело в том, что вот в большие эти сосуды, которые назывались кратерами, потому что у них было достаточно широкое горло, значит, они служили для разбавления вина с водой. И вот были специальные такие вот черпалки. И вот это вино с водой разносилось гостям. Вот специальным таким вот черпачком они пользовались. Мало того, что вот по поводу этих кратеров. Дело в том, что само понятие кратер, я сказал уже, это было очень широкое горло у сосуда. И отсюда вот углубления в вулканах тоже стали называть кратером, потому что кратер вулканический, он имел тоже такой вот раструб, похожий на вот тот, который был у этих сосудов. И вот еще серия сосудов, почему я их вам показываю. Дело в том, что там было у греков две техники. Красная и черная. Значит, то есть это был обжиг из красной глины, из черной. Потом это все покрывалось таким вот напылением делу. Дело в том, что красная считалась более лучшим, потому что на красном этом фоне было больше возможностей нарисовать какие-то интересные сюжетные картины, чем на черном фоне. Потому что черный он не выдерживал, он только золото воспринимал, а другие цвета, они терялись на этом черном фоне. И тем более, что красные еще были гораздо выгоднее тем, что вот сосуды из красной глины во время обжига, и отсюда же пошла такая поговорка, которая у нас существует, не боги горшки обжигают. Обязательно вот красную глину, ее подвергали такому сильному обжигу, а потом покрывали специальным лаком. И поэтому влага, которая хранилась в сосудах из красной глины, она не портилась и не просачивалась сквозь стенки и сохранялась, естественно, гораздо дольше. Вот, в принципе, мы уже рассказали о посуде. То есть в первой передаче мы поговорили о том, что ели греки, вот сейчас мы уже рассказали, из чего они ели, а теперь вернемся вообще к распорядку дня, распорядку еды у древних греков. Дело в том, что у греков, у древних греков, было два завтрака, значит, один обед и ужин. Завтрак проходил очень рано, потому что достаточно жаркий климат, и первый завтрак, ну, странный, конечно, по нашим понятиям, состоял из лепешек, размоченных в вине. Ну, вино, естественно, разбавлено с водой, чистого вина они не употребляли, как я уже говорил. Второй завтрак был более плотным. Туда входило мясо, рыба, естественно, овощи, тушеные овощи, много-много овощей просто таких вот в сыром виде, и на десерт всегда были фрукты. Это был вот такой второй завтрак у них. Обед, поскольку обед был уже после полдня, то уже в такую жаркую погоду, значит, обед состоял только из одних фруктов и овощей. Ну, естественно, все это запивалось большим количеством холодного или охлажденного вина, разбавленного водой. Ужин был гораздо позднее у них, и обычно собиралась вся семья. Но! Здесь есть одно маленькое но, которое вам может показаться интересно. Дело в том, что мужчины практически дома не ужинали. Они собирались в компании и шли к кому-нибудь в гости. Вот только чисто мужская компания. Дело в том, что они сбрасывались в такую складчину, или они сбрасывались деньгами или продуктами, то есть обговаривали, кто что принесет. А если у хозяина, у которого они собирались, не было повара, то они нанимали вот именно на этот вечер, на эту вечеринку, специального повара, который им готовил. Женщина туда, вход женщины был запрещен. Вот такая вот мужская компания. Далее было такое правило. Сейчас я вам прочту. Правило для этих вот мужских вечеринок было такое. Значит, гостей должно быть от трех до девяти, потому что была такая поговорка. Вот она как звучит. Гостей должно быть не меньше числа харид и не больше числа мус. Для того, чтобы вам было понятно, то хариды – это богини веселья и радости жизни. Их было всего лишь три. А мус было девять, как известно. Поэтому вот количество гостей от этого, так сказать, и зависело. То есть не меньше трех, но не больше девяти. Вот такая вот была математика у древних греков. Еще самое интересное, что, допустим, гость, который приходил к хозяину, гости, то он мог с собой привезти еще одного человека. Независимо, вкладывал тут деньги, покупал ли он продукты. То есть вот просто пригласил и все. И, значит, эти вот гости, они назывались по-гречески параситы. Отсюда и произошло наше слово паразиты. То есть это те люди, которые вот за чужой счет питаются там или получают какие-то блага. Так что я уже вам говорил, что вот мы… Очень много греческих слов перешло в русский язык. Вот в первой программе я тоже вам об этом рассказывал. Вот такие вот параситы. Давайте мы с вами побудем тоже такими виртуальными параситами и попадем в гости. Система гостевания была такая. Сначала гости приходили, и обязательно нужно было прийти не очень рано, но и не очень поздно. Вот такой вот был режим у них. Гости приходили, обязательно снимали обувь, рабы мыли им ноги и умачивали благовониями. Это считалось обычным, нормальным. Они приходили, во-первых, в нарядных одеждах, но перед тем, как сесть к столу, они переодевались. Но до того, как они сядут за стол, значит, они гуляли по дому хозяина, осматривали, какая у него обстановка, какие у него драпировки, какие у него вазы. Вот такая экскурсия была такая. Потом хозяин их приглашал за стол. В принципе, стола как такового общего не было. То есть были специальные такие лежаки, значит, ложи такие, где помещалось два-три человека. Значит, и перед каждым ложем ставился такой небольшой столик. Значит, в первую очередь это была закуска. Это были, значит, всякие фрукты, овощи. Все это считалось как бы для разогрева аппетита. Вот такие вот были вещи. Особенно ценился соленый миндаль, орешки миндаля соленые. Вот они считают, что они очень сильно возбуждают аппетит. После этого гости, после того, как они уже возлежали, вот видите, у них такие подушки, вы видите, что они почти раздеты. Дело в том, что обычно в таких помещениях было достаточно жарко. Поэтому каждый гость приходил обязательно со своим рабом. Раб приносил ему легкую одежду. Они снимали свои драпировки такие богатые. И вот переодевались в такие легкие одежды, ну, обеденные такие одежды. Вот. Это еще говорило о том, что это было удобнее есть, потому что ели руками в основном. И чтобы одежду не забрызгать, потому что пищу ели руками, то вот они такие туники легкие, которые легко стирались и иногда были даже одноразовыми. А еще вот такая вот особенность у греков после первого вот такого блюда, после вот этих легких закусок, приносили уже такую солидную еду. То есть это было мясо, там рыба. И все, греки очень любили все есть с пылу, с жару, что говорится. Но поскольку не было вилок, то один гурман, который часто бывал на пирах, значит, просто закалял себя. Есть такая вот версия, такая легенда, что ли, что он опускал руки чуть ли не в кипяток, закаливал пальцы, чтобы во время пира, когда только выносили вот эту вот горячую пищу, схватить первым самые лакомые кусочки. Ну, вот так чуть-чуть он себя истязал, но зато потом ему доставались самые лакомые кусочки еды. Далее, когда... Дело в том, что салфеток никогда не было у греков. И в основном они пользовались или мякиш хлеба, растирали между пальцами. Или глина. А вот на званых таких, на очень крупных пирах, устроенных очень знатными греками, приносили специальную глину, которая блохоухала, и то есть руки пахлят. И она была достаточно жирной, и очень хорошо снимала вот остатки вот жира, когда вот ели, допустим, мясо руками. То есть вот салфеток у них не было. Но почему я еще сказал, что обязательно они приходили с рабами? После каждой перемены блюд, обычно это было 3-4 перемены блюд, гостям рабы приносили сосуды с водой. Ну, в воду бросали листья, лепестки роз и разных других благовоний. И вот они после каждой перемены блюд, значит, мыли руки. Как производились эти перемены? Дело в том, что у греков не было такого понятия, как урна или там специальная посуда для костей, там, ну, огрызков каких-то. И поэтому все это бросалось на пол. Вот сейчас я вам покажу картинку. Это вот пол одного из богатых людей. То есть это мозаика. Это все выполнено из мозаики. Вы здесь видите огрызки еды, улитки, остатки улиток. Даже, видите, там и крыса или мышка, которая подъедает. Это вот такой был мозаичный пол. То есть это не то, что вот осталось. Это вот такой вот хозяин, вот был такой выдумщик, и он придумал вот такой вот у него был пол столовой. Это гостей очень всегда веселило. Далее, что еще важно отметить? Дело в том, что почему туда не допускались женщины? Потому что считалось, что женщины достаточно глупы. И основа вот этих вот мальчишников, так будем их называть, было не только поглощение пищи, но это было общение друг с другом. Там велись дискуссии, велись всякие жаркие споры. Вот сейчас я вам прочитаю, какие же там вот Плутарх описывает такие вот темы, которые были на этих обедах. Почему старикам нравится неразбавленное вино? Что появилось раньше? Курица или яйцо? Какая пища лучше для желудка? Смешанная или одинаковая? То есть, видите, тут про раздельное питание тоже, значит, можно найти такую вещь. Почему вино в сосуде лучше брать из середины, мед снизу, а масло сверху? Вот это очень были серьезные темы. И поэтому, значит, там были страшные баталии, были дискуссии. А еще самое главное, так сказать, кульминация всего этого пиршества назывался симпосиум. То есть, отсюда и в русский язык вошло слово симпозиум, что в переводе означает пиршество. А, значит, там был симпосиумс, то есть, это человек, который вел вот все это застолье. Ну, так, если по нашим меркам, то есть, древнегреческий такой тамада, который направлял беседы, устраивал всякие викторины, конкурсы, все это оживляло их застолье. И была такая еще интересная вещь. Допустим, все гости пили по кругу. И, допустим, тот человек, который выпивал чашу, он, естественно, говорил тост какой-то или о собравшихся. Ну, естественно, в первую очередь говорили славу богам, потом хозяину, а потом тому, кому он хотел сказать какое-то пожелание. Вот. И после этого чаша передавалась другому гостю. И так вот они по кругу вот пиршествовали. Но дело в том, что вот в начале трапезы, как я говорил, до мяса греки вообще вино не употребляли. То есть это было уже, когда начинался симпосим, или во время этих бесед. Еще у них была такая древнегреческая забава. Это были такие шарады. Например, один из гостей задавал кому-либо из гостей или хозяину какую-нибудь загадку. Ему отводилось определенное время. И если он не разгадывал эту загадку или неправильно отвечал на эту загадку, значит, под одобрение вот гостей, собравшихся, он должен был выпить кубок вина с солью. Ну, если так представить, то это, наверное, не очень приятно, вино с солью. Тем более соли клали достаточно много. Это не было чуть-чуть подсоленное вино. То есть там уже тяжело было выпить. Вот под улюлюканье, под аплодисменты он выпивал. Вот такая у них тоже была забава. Как я уже сказал, несмотря на то, что греки пили вино постоянно и утром, и днем, и вечером, они не были пьяницами. И, допустим, если человек напивался, ну, случается такое, что человек действительно... Значит, ему... про него говорили пьяный варвар. Для грека это было самое страшное оскорбление, когда его называют пьяный варвар. И если даже он оступился один раз, то ему еще прощали. Второй раз тоже прощали. Но если в третий раз он напивался, то его больше никогда не приглашали в гости. И поэтому вот они пили очень умеренно и все время себя контролировали. И у греков была такая замечательная такая поговорка. Сейчас я вам расскажу ее. Значит, очень интересно. Мне показалось, что мы можем взять на вооружение. Значит, вот в поговорке говорится следующим образом. Первая чаша несет здоровье. Вторая – удовольствие. Третья – сон. После нее надо пойти домой и поспать. Четвертая чаша приносит грубость. Пятая – крик. Шестая – беспорядок. Седьмая – подбитый глаз. Восьмая – повестку в суд. Вот такие у них были правила. Но мы все время говорим как бы о греках, так сказать, достаточно зажиточных, достаточно богатых. А хотелось бы вам сказать, что большинство населения жило достаточно бедно. Вот. И поэтому мы сейчас... Я вам расскажу, как питалось основное население Греции. В основном это были бобовые, это были всякие похлебки, которые делали из чечевицы, гороха, из фасоли. Фасоль, кстати, очень была популярна в меню бедных греков, простых греков. И вот такое блюдо, очень простое. Вот его рецепт. Зрелую фасоль замочить на ночь, на следующий день отварить и жидкость слить в отдельную посуду. Лук нарезать кольцами, слегка обжарить, на оливковом, естественно, масле, затем хорошо посолить, поперчить черным и красным перцем. В горшок огнеупорный поместить, чередуя слой фасоли и слой лука. Вот верхним слоем должна быть фасоль. Полить это обильно маслом, оставшимся после жарки лука, влить немного воды, в которой варилась фасоль, вот этот отвар, и запечь в духовке, и подать на стол в той же посуде. Вообще греки очень трепетно относились к горшочкам. Они очень много пищи готовили именно в горшочках. И в горшочках же эта пища подавалась на стол. Ели ее, обычно ложек тогда не было, то есть они были, но они не использовались так активно. В основном вместо ложек им служили лепешки хлебные, то есть из них сворачивали такой своеобразный кулечек, черпалось, и после того, как вся еда уже была съедена, вымазывался этот горшочек, и своеобразная эта ложка тоже поглощалась. Так что безосходное производство. Ну и, естественно, хозяйкам было меньше хлопот, потому что дело в том, что не надо мыть какие-то ложки, а просто сполоснуть горшок, и все. Вот такая вот вещь. Ну а для тех, кто занимается кулинарией, и кто любит, вот я вам сейчас расскажу очень простой рецепт. Может, он вам покажется очень простым и достаточно банальным, но дело в том, что этому рецепту уже более 4 тысяч лет. И вы знаете, я честно вам скажу, я, прочитав этот рецепт, мне показалось это забавным, поскольку я люблю экспериментировать, то я приготовил эту вещь, и когда ко мне пришли гости, им очень понравилось, вы сказали, Володя очень необычно и как-то очень вкусно. Ну вот, поэтому, если вы хотите слегка удивить своих гостей рецептом, которому более 5 тысяч лет, можете его приготовить. Рецепт простой, сейчас я вам его прочитаю. Взять килограмм зелёного лука, один корень сельдерея, сок двух лимонов, две ложки растительного масла, пощепотки тимьяна, кориандра, вообще всех специй, которые у вас находятся дома. Чем больше их, тем лучше. Вот, лук, вот перья лука порезать, ну, длиной 1-2 сантиметра, сельдерей натереть на тёрке или измельчить его, добавить масло, сок лимона и специи. Всё это залить небольшим количеством кипятка и потушить в глубокой сковороде. Затем всё это остудить и подать его вместе с белым хлебом. Лучше, конечно, подавать, если это будет толстый, то есть хлеб слегка поджаренный или в толстере сделан. Вот, и такие сделают бутерброды. Во-первых, это смотрится очень красиво на белом хлебе, вот этот зелёный лук, и очень вкусно. И поэтому, как закуска, несмотря на лёгкость и быстроту приготовления, это украсит стол, любой стол в любой праздничный день, или просто в будни, когда у вас собираются гости. Вот та, в принципе, тот материал, который умещается в формат нашей передачи. Я попытался вам как можно подробнее рассказать, хотя, честно вам скажу, что рассказывать о Греции, о Древней Греции, потому что это богатейшая история этого государства. Разные у него были периоды, и подъёмы, и спада, и войны были. Рассказать очень трудно. Но вот поскольку наше кулинарное путешествие не может только останавливаться на Греции, потому что впереди нас ждут ещё другие древние цивилизации, страны, континенты, поэтому вот вы уж меня простите, вот на этом пока мы с Грецией расстанемся. Но если мы ещё будем возвращаться уже к более поздним временам, вот, допустим, у нас будет передача о Средневековье, о Средневековой Европе, о Китае, об Индии, то обязательно мы вернёмся уже в Грецию более современную, и можем сравнить вообще меню древних греков и меню более современных греков. А в следующей передаче мы с вами посетим не менее интересную страну. Поэтому мы посетим Древний Рим и узнаем, как жили древние римляне. А значит, там история вообще Древнего Рима очень интересная, и какие-то вещи нам тоже очень понравятся, будет интересно их послушать. И, как всегда, я говорю, что Рим будет у нас состоять из двух частей, две передачи, потому что Рим, римская история делится как бы на две части. Рим республиканский, когда правил Сенат, и потом уже Рим императорский, когда возникла уже Римская империя. И поэтому те, кто интересуется кулинарией и какими-то интересными рецептами, или просто какими-то историческими фактами, я вас, как всегда, прошу запастись листком бумаги, ручкой, карандашом, и рецепты, которые я вам буду рассказывать, вы можете записать и испробовать у себя на кухне. Тем более, как я уже сказал, рецепты эти не очень сложны, и все эти продукты, которые употреблялись в те далекие времена, они доступны всем и каждому. Тем более, там не будет таких особых изысков. Особенно, что касается Древнего Рима в период республики, пища достаточно была грубая и примитивная, так можно сказать. Это уже во времена императоров были знаменитые римские пиры, о которых мы подробно будем рассказывать, и вот там вы узнаете, как питались древнеримские императоры, что они ели. Там есть действительно очень-очень много интересного и любопытного. Ну, а на этом я пока с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравились все наши передачи. Мы будем продолжать этот цикл. Мы будем путешествовать, как я говорю, по странным континентам, во времени, в пространстве. И я думаю, что вы выясните из этих передач много для себя интересного и полезного. До следующей встречи я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии был Владимир Нечаев, известный кулинар и экспериментатор. Так что всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова